Продолжение следует... Ну все, пришли уже. Ждут меня. А нет... Опять так же... Что же делали? Александр Алексеевич, ну что вы распустили свой народ? Ай-яй-яй... Ну неждача, неждача... Ладно. Все равно придется мне напомнить то, что мы уже на прошлой лекции обсуждали. Формулы выписали. Те, которые уже и были выписаны. Так что... Приходящая лекция сходу вырубается. Ну вот, напоминаю. Рассматривали мы глубоко не упругое рассеяние. Вообще-то говоря, глубоко не упругое рассеяние. для определенности электронов на протонах. На протонах. Но когда говорят о глубоко не упругое рассеяние, конечно, можно говорить о рассеянии мионов. И вообще-то говорят о рассеянии не только мионов из-за электромагнитного взаимодействия, но, скажем, о рассеянии нитрии. Лептоны по этому слову. Лептоны могут переходить... inm. И в эм... Мионы, если это мионы, при... С обменом WM-базонами здесь. В общем, класс процессов очень широкий. Здравствуйте. Ну, какая же кинематика, как мы уже обсуждали. Передача индекса обозначается 2, и, конечно, когда мы говорим о больших передачах индекса, каких больших, ну, 0 и квадратных, то тогда здесь, на ряду с фотоном, важен и обмен, например, Z0, который мы не рассматриваем. Ну, в принципе, конечно, при больших энергиях его надо рассматривать. Ну, а если мы рассматриваем еще процессы с изменением заряда электронного, то надо рассматривать. Они только идут через одну заряду. Вот. Но это легняет принципиальный картинный процесс. Принципиальный картинный процесс. Принципиального подхода к описанию процессов глутопониум круга рассея. Ну, формально, значит, как мы говорим, вот этот блок, это лептонный блок, он известен. Мы пишем матричный элемент, как вот произведение вот этого лептонного блока на адронный блок, да, произведение. Потом, возводим в квадрат, лептонный блок вычисляется по стандартным формулам. Значит, а адронный блок, мы его не можем, мы его не знаем. Но мы должны как-то его паралитализовать, как-то паралитализовать. И вот вводится так называемая структурная функция для описания адронного блока. То есть, грубо говоря, вот здесь такое произведение. Это образовательный элемент на его сопряжённый. Здесь нюм, нюм, здесь импульс, кун, сюда, и этот импульс, кун, сюда, тоже. Этот проснул импульс по этому. Вот это произведение, суммируемое по всем промежуточным состояниям. Что это такое? Это есть некая функция, некий тензор, да? У него же импульс не уименится. В этом тензоре есть... Этот тензор зависит только вот от этого импульса и от этого импульса. Всё. По этим импульсам по всем просфюмировали эпоху. В результате этот тензор выражается, пишется там как минус G на мю плюс ку мю. Ку мю делить на ку квадрат на W1. Это W1 функция, которая зависит от ку квадрат и той ку. От двух переменных. Я напомню, что ку квадрат вводится. Это минус ку квадрат, чтобы работать с положительными величинами. Да? Плюс ку мю делить на ку квадрат и ку в квадрат. И такая же величина дел. Прогубль В2 тоже от тех же ку квадрат и ку. Вот. Ну и понятно, что после этого умножаем этот тензор, который называется бюлево-мю. Сворачиваем тензор с агиптомным соответствующим тензором и получаем сечение. Получаем сечение. Вот мне же ещё ввести такие... А, вводится ещё переменная ню, которая есть bq делить на m. Я уже говорил, да? Но она часто. m – это масса протона, естественно, масса электрона предупрегает. Мы потому что рассматриваем большие энергии, большие передачи импульса. Сностью будет переменная i. Веркингской переменной, есть d-X , в котором есть Q позади, 2p q. И ещё будет переменная y, которая есть pq делить на pk. Вот так. Ну это отношение энергии протона в системе покоя начальной частицы к энергоналетающей частице. Ну или доля энергии, которую эта налетающая частица передает протон. Передает протон, да. Ладно. Вот такие вводятся переменные. И в этих элементах, и еще. Еще. Ведем еще. mw1 равно f1, ну w2 равно f2. Такие функции вместо w1 и w2. Зачем они вводятся? Ну, они вводятся так... В общем... Эти функции безразмерные, конечно, в ответе от w1 и w2. И... Ну, можно, конечно, вводить не w2 безразмерить по-другому. Но вот удобно ввести все-таки таким образом функции, потому что... Эти функции, оказывается, обладают свойством скрейпинга. Они зависят только... Вообще говоря, с теми функции. Можно считать, что... Функции без двух переменных q2 и x. Ну, понятно, ребят. q2 не только можно говорить, что это q2, но и отношение q2 в той ку, которой есть x. Ну, едва не есть. Вот это функции, вообще говоря, двух переменных. Показывается, на явление скрейпинга, которое было вот... обнаружено на... Экспериментах Наслаке. Это где-то... Какие-то... Далекие уже годы! Далекие годы, какие годы. В 70-е что ли? Вот в этих экспериментах было... Анна, я уже... Такое замечательное явление, за что... Экспериментом вы получили в свое время Ноденческую Дрегли. Вот. Скайлин, правда, оказался принадлеженным, как потом было выяснено. Но в то время это было замечательное открытие. Точность экспериментов не позволяла заметить окладину от скайлина. Зависимость функции f1 и f2 от q2 сладенькая. Точность экспериментов не позволяла не увидеть. Так вот, если написать в терминах функции f1 и f2 сечения, то она будет иметь вот такой вид. Дсигма по дизелью равно 2d на x квадрат или x квадрат или x квадрат и pp. Это вот размерность квадрата. И p, как вы видите, из размерной переменной. Вот она вот размерность течения. А здесь стоит такая размерность квадрата. Единица, минус сивы, да? И минус 7 квадрат. x квадрат на y квадрат или на q квадрат. А здесь стоит f2. Плюс я так напишу y квадрат по 1. А здесь 2x квадрат. О! Такое поражение. Такое для сечения. Ну, в общем, можно его переписать и в других, в другом виде. Например, через угол рассеяния электрона в системе попоя в начале закона. И через x и угол рассеяния. Часто пишут такое выражение. Это будет лучше. И это можно делать. Я не хочу, наверное, останавливаться. Сами можете проделать это. Потому что... Ну, вообще ясно, что можно по-разному выбрать независимые переменные. Можно выбрать угол рассеяния за один из независимых переменных. Ну, вот. Вот. Далее по выражению мы остановимся. Значит, и что же здесь? Вот важно. Да? Можно выбрать? Да. А вот из этого выражения не видно край степени альфа-газа входит. А какая степень альфа-с? Никакой степени альфа-с пока нету. Откуда степень? То есть это не каинтурпативный процент, да? Почему же это? Вы понимаете, что пока... Где тут альфа-с-то? Вы пока... Альфа-с сидит где-то здесь. Ну да. Ну то давай сидеть вот здесь сидим. Да? Ну, функция... Функция? Вот здесь вот. Функция ганосистки. Вот здесь. Даже сидит в этих функциях. Но. Но. Она сидит слабенько в этих функциях. Понимаете? Слабенько. То есть зависимость слабая от альфа-с. Зависимость от альфа-с это означает завис... Ну вернее, это я может быть неправильно сказал. Зависимость от ку-квадрат слабенькая. Потому что зависимость от ку-квадрат входит только через альфа-с как раз. Да? Вся зависимость от ку-квадрат входит через альфа-с. Именно благодаря так называемому приближенному скейтеру. Понимаете? Если бы был процесс непертурбативный, да? То входило бы вот жильем в эти вот функции, да? Входил бы какой-то параметр. Ну скажем, типа массы протона. Или лямбек и сиди входило бы в какой-то параметр. Да? И эти функции, если бы они содержали вот этот параметр, да? Они кроме ку-квадрат и дку, ну тогда они бы свойством скейлинга не обладали, понимаете? А вот то, что этот процесс описывается описывается пертурбативным образом, это приводит к скейлингу, понимаете? Ну, скажем, вот, ну почему здесь есть такой скейлинг, почему слабая зависимость от ку-квадрата? А вот, скажем, если мы возьмем и этот процесс, скажем, возьмем, здесь вот эти функции содержат всю сумку во всем вот этом вот промежуточном состоянии. А возьмем ограничиться в этом промежуточном состоянии только упругим каналом, да? Мы вид-то получим такой, что то же самое, да? Но вот эти функции, они будут выражаться уже тогда через форфакторы протона, через форфакторы протона, да? Которые, как мы обсуждали на прошлой лекции, обсуждали. Ну, я могу выписать эти выражения этих функций, но думаю, что они имеют смысла. Важно то, что, понимаете, что эти функции, вот, они просто линейно выражаются через форфакторы протона, да? Форфакторы протона падают с Q-квадрат, да? Никакого скейлинга, ну, зависимость от Q-квадрат степенная, благодаря чему. Если чего? Ну, потому что там есть непертурбативный эффект, да? Потому что, ну, почему это происходит? Почему здесь нет падения с Q-квадрата, а в форфакторах падение и страшного падения? Ну, единственное, в четвертой падении. А здесь нет. Почему так происходит? Потому что процесс выглядит таким образом. Этот процесс выглядит таким образом. Вот у нас протон. Он состоит из, ну, так можно представить, что он состоит из каких-то частиц, которые взаимодействуют между собой, да? Но ежели взаимовесие между ними слабенькое, то процесс столкновения с фотоном, он выглядит таким образом. Фотон. Ежели, что значит большой Q-квадрат? Это означает, что фотон имеет маленький размер. Он сталкивается только с каким-то, с каким-то из портонов, да? Все остальные портоны летят как-то так. Ну, теперь. И ежели мы суммируем по всем конечным состояниям, суммируем по всем конечным состояниям, нам неважно как. Вот этот основной-то вклад в процесс, конечно, дает такое, такие события, когда этот портон, этот портон, он же, ну, скажем, будем работать в системе, где этот, он виртуальный, виртуальный из Q, это пространственный подобный. Поэтому можно работать в системе, где в Q0 равно 0 есть только продульный импульс, да? И что он получается? Что получается при столкновении с этим портоном? Этот портон меняет импульс, меняет направление импульса и улетает, летит совершенно в другом направлении, чем начальный портон, да? Совершенно в другом направлении. Ну и бог с ним, ежели, когда мы суммируем по всем конечным состояниям, то этот процесс, вот когда портон летит совершенно в другом направлении, чем эти портоны, он и является доминирующим, вносит это на основной вклад. А когда мы говорим, что мы хотим смотреть упругое сечение, это нам нужно, чтобы этот портон объединился с этими, да? А как он может объединиться? Он может объединиться только про взаимодействие в каком-то. Они должны, для того чтобы он объединился, они должны оказаться в одной, ну где-то в маленькой области фазовом пространстве. Все вместе в фазовом пространстве оказались, да? А для этого нужно взаимодействие, эту битву. А взаимодействие, ну то есть обмен блюонами какими-то нужны. Для того чтобы процесс был упругий, нужно какие-то обмены здесь блюонами, да? Понятно, что эти обмены дадут подавление полку квадрат, а передача импульса здесь, в этих обменах, она должна быть такого же порядка, как эта передача импульса. Поэтому у нас и появляется подавление в форфакторы, упругий форфактор, они давятся с ку квадрат, падают сильно падают с ку квадрат. Ну а когда мы рассмотрим процесс, инклюзивный процесс, нам не важно, как вылетает конечный партнер. Не важно. Все это, мы все учитываем, когда рассматриваем инклюзивный процесс. А это вот как раз инклюзивный процесс, сечение инклюзивного процесса, когда мы суммируем по всем конечным состояниям, огромное. Вот оно имеет такой вид. Ну и что же, как же его можно интерпретировать? Ну можно интерпретировать, я уже и говорил, что как можно интерпретировать. Мы говорим, что вот у нас есть адрон, состоит из каких-то понтонов, пусть у нас есть функция распределения этих партонов. Вот у нас есть адрон, есть партоны. В адроне есть партоны разного типа. Пусть А это обозначает тип партонов. И пусть БЭТА это доля импульса. Уносимая доля... Удобно рассматривать, конечно, процесс системы, где протон быстрый. Вовсе не в системе покойный протон. Удобно рассматривать процесс системы, где этот протон является быстрым. И тогда, вот у нас, я уже говорил, вот этот полный импульс – это БЭТА. А импульс каждого из портонов – это, ну, меньше, чем БЭТА. Каждый из портонов уносит какую-то долю импульса. Какую-то долю импульса. Обозначим эту долю импульса БЭТА. То есть БЭТА – это отношение импульса портона к импульсу протона. При этом, считая, что портон и портон, и портон, и протон, и составляющими портону являются ультрависты, мы можем массами пренебречь и просто считать, что отношение импульсов – это равно отношению энергии. И введем вот функцию распределения портонов типа А в протоне. Так что, вот скажем, вот это вот ФА от ДБЭТА – это есть число портонов типа А в протоне. Ну вот. Итак, это сечение, вот это вот сечение, оно должно быть, как писаться это должно быть сечение? Оно должно быть равно Интеграл по ДБЭТА. Интеграл по ДБЭТА. Интеграл по ДБЭТА – это может меняться от доля до единицы, естественно, доля импульса или доля энергии. И я говорю, что это всё равно в системе, где у нас частицы ультру физики. И мы предполагаем, конечно, что они… А тут только протонные инпусы? Да. Протонные инпусы, да. А перменикулятные инпусы мы вообще пренебрегаем. Они молны по сравнению с протонными, когда мы говорим. Ну, мы переходим в систему, где протон является быстрым. Понятно, что, значит, энергия много больше, чем масса. А перменикулятные инпусы, ну что, они ограничены? Ну, они порядка массы. Меньше порядка массы. Вот, значит, это вот число партонов. Ему нужно насечение, взаимодействие, насечение вот этого процесса, да? Где вот у нас насечение, взаимодействие с одним партоном, да? С одним партоном, с одним партоном. Ну, это сечение, это уже… Никакого сильного взаимодействия здесь нет, как вы понимаете, да? Всё. Вот сильное взаимодействие, если и есть, то только вот здесь, в этой функции. Хочешь нигде нет. Значит, это сечение просто считается. Так, значит, а от бета, да? Д седьма, f от бета, д седьма, ну… Сечение, вот… Сечение взаимодействия, ну вот это вот сечение, но не с импульсом b. Вот то сечение было написано для импульса b. А это сечение взаимодействия лептона с партоном, имеющим вот такой импульс, да? Вот такой импульс. Вот и всё. Вот это вот партонная так называемая картина. И она, конечно, нам даст эль. Даст эль. Даст эль. Да. Можно сказать, тут по а подруга суммирование? По а подруга суммирование, да. Ну, вы можете здесь считать, что по повторяющим все языкам суммирование, а можно яд написать сумму по а. Да, конечно, по а подруга суммирование. Ну, а теперь вот это сечение. Сечение… Ну, да. Можно написать вот это сечение. Его можно вычислить. Это сечение, да? Ну, де сейба, опять же, если уж я там написал по деймизайлим, то я здесь тоже должен написать на деймизайлим, да? И это сечение, повторяю, оно уже просто вычисляется, да? И чему же оно будет равно это сечение? Ну, да. Сечение, конечно, оно будет… Я не буду писать здесь. Конечно, сечение будет зависеть от того, какой спин у бортона, да? Конечно, сечение, оно будет пропорционально дельта от x-1, правильно? Потому что это… Дельта от x-… Ну, это упругое сечение, оно дельта функцию. Ну, или дельта от x-b, оно будет пропорционально к этой сечению, правильно? Потому что… Ну, потому что… Ну, потому что… Что такое у нас дельта? Дельта от x-b. У нас… У нас x равно… У квадрата… У квадрата… У квадрата… Плюс 2… … … … … … … … … Выбросили. Да? Ну, это означает, что, значит, в этом процессе… Вот в этом процессе… В процессе взаимодействия с бортоном… У нас… … 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 Ясно, что это двухчастичное сечение, а мы взяли два же дифференциального. Ясно, что у нас сечение зависит только от одной независимой элемента. Но если бы БДД до упругого сечения есть, а мы взяли только единое дифференциальное сечение. Здесь два же дифференциального. Ясно, что совершенство дифференциального. Ну и легко посчитать это сечение. Легко посчитать. Чему же оно оказывается равным? Ну, в общем-то, можно и отсюда, вот отсюда получить это сечение прямо, да? И получить, значит... Но только сечение вот так. Д-сигма, Д-сигма А. Вот пока напишем вход П. Не от БДП, а от П. Тогда мы можем взять вот это сечение просто, да? И в этом сечение взять только упругий вклад. Только упругий вклад. А упругий вклад? Какой же будет упругий вклад? Упругий вклад получится каким образом? Ну, ясно, что вот эти функции, они будут содержать дета-функции. Ну, ладно. Д-сигма А по ДХ до ИК я напишу ДХ до ИК будет равно 2П альфа в квадрате, но теперь я напишу еще ЗА в квадрате. Потому что я не знаю, какой у меня заряд у подтона. ЗА в квадрате делить на Х квадрат у квадрата. А здесь напишу bk, здесь всё так и запишу, а здесь напишу. Ещё я вот что скажу. Я вот это все в области глубоко не упругой я могу выбросить, да? Потому что у меня q2 много больше, чем m2. Я считаю. А x и y, они легче единицы. Поэтому все меня выбрасывают. Я уже выписал точное выражение. Ну вообще-то это все выбрасывают в глубоко не упругой области, когда говорят. Поэтому вот что остается, да? А? А у нас разве упругая нет? Не понял. А упругая всё равно, мы говорим, переночить пульса велика по сравнению с массой. С самого начала мы выбросили массу портонов. Масса портонов маленькая. Поэтому здесь стоит единица минус y, да? Как бы это написать? Единица минус y, вот так. Единица минус y, вот так. Плюс y квадрат пополам, да? Напишу. И это будет правильно. И здесь будет единица минус y, да? И здесь что еще будет? А, вот так. Я же еду одна вторая. Если у меня портон имеет спина одна вторая, то будет вот это выражение. Можете посчитать. Сами. Да? Ну, это, в общем-то, реально считается. Реально считается, да. Вот. Это для одной второй. Да? А для... Не одной второй, а для... Если будет... Вот это вот для одной второй, да? А чем будет отличаться... Если будет не одна вторая, а ноль, например, будет, то чем будет отличаться, а? Догадались? Вместо вот этой скобки будет вот такая скобка. Точно так. А? Ну, мы говорили уже, что вы... Вот, смотрите. В пределе... В пределе малых передач, да? Или в низкой... Все равно, что в низкой энергетическом пределе. Частицы со спином ноль и частицы со спином одна вторая не одинаково ведут себя. Правильно? А вот этот я... Ну, а что значит низкой энергетический предел или предел малых передач? Это вот малый у. Малый у. Малый у. Поэтому... И они... Мы уже это обсуждали, что... Сечениями ведут себя одинаково в этом пределе. И... Отличаются... Ну, одинаково, причем... Отличаются только квадратичным членам, понимаете? Только квадратичным... Членам отличаются. А у пределе членам совпадают. Поэтому, как вы видите... То есть... Пичи... Отличаются... То есть... Чистить со спином она вторая. И начичить со спином она вторая. И начичить со спином ноль и вот так же. Так? Ну вот, и что же, значит, на экспериментах было, ну, понятно, что если мы подставим сюда, то мы должны подставить здесь, ну, вместо p на b, то p, да, это значит, x, ну, так, p заменит на β, значит, вот здесь δ будет не 1-x, а β-x, и, в общем, мы получим здесь вот такое выражение после интегрирования по β, ну, интегрирование по β снимется, естественно, да, интегрирование по β снимется, естественно, и мы получим, мы вот что получим, вот что получим, сразу, видите, вот здесь коэффициент при y, да, y, вот здесь, это f2, а коэффициент при y2 это f1, да, и что же мы получим? Мы получим вот что, мы получим, что f2, f2, это есть, кикграду, сумма по а, о, а, сумма с волной, и это, а, нет, сумма, о, а, хорошо, это вся сумма, z, а в квадрате, и f, число пардонов с импульсом x, плотность, плотность числа пардонов, да, ну, вот это число пардонов, а это плотность, плотность, плотность распределения пардонов, типа а, и здесь сумма идет по всем пардонам, да, по всем пардонам, да, вот, вот x сюда, хотите написать, да, ну, хорошо, да, да, вроде бы да, вроде бы да, x, f, x, да, хорошо, А вот, так f2 получается. А что касается f1, то что мы получим? В случае вот эта функция f2. А для f1 мы получим f1. 2x f1. Равно f2, если бантоны имеют 1,2. Если бантоны имеют 1,2. 2x f1 равно 2. А если бантоны имеют 0, то f1 равно 0. Для бантонов со стен. Значит, 1,2. И 0, f1 равно 0. Ну, в общем-то, то, что для бантонов со спином 0, f1 равно 0. Ну, это вот отсюда видно прямо. Да? Бантоны со спином 0. Смотрите, f1 это все равно, что 2x1. Ну, с каким-то коэффициентом, да? А для... Понятно, что когда мы рассеиваем на частицы со спином 0, то, что со спином 0 нет в уголе такого члена, нет такого члена. А есть только вот такой член. Такого типа члена. Ну, потому что когда... Ну, такого типа члена, да. Потому что когда у нас спином 0, то здесь в вершине стоит просто сумма импульсов, да? И члена же веню никак не возникнет. Вот. Да? А вот почему мы рассматриваем в уголе, когда спинером в единице? Единицы? Ну, шибко много. Ну, подожди. Да хватит просто. Ну, посмотрите, если интересно, посмотрите. А? 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 Партон, это же бульон и угол, правильно? Угол в угол заряда нету, как вы понимаете. А-а-а. Электрического заряда нету угол. А? Поэтому, конечно. А почему это... Что это рассматривает с перенором? Ну, понимаете, когда это же... Всё это, квартонная модель, родилась до возникновения гвандовой хромодинамики. Ага. И, ну, вот... Вот, появилась идея вот о такой... Идея квартонной модели. А что из себя представляют квартоны? Надо было решить, что из себя представляют квартоны. Какими? Так вот, значит, соотношение... Вот это соотношение, да? Вот это соотношение. Называется соотношение Калона-Гросса. Да? И оно... Значит... Его... Оно было подтверждено экспериментально, и вот это подтверждение не велось доказательством того, что квартоны имеют спина одна-вторая. Какая была история, да? Вот так вот. Соотношение Калона-Гросса. Вы сказали, что в бендаххе будет б минус х. Понял? Ну, тогда в бендаххе и г минус х, а встанин б минус х. Это, чтобы у меня ПК, да? А мы же доказывали, что β равно х для упругого сечения. Ну дельта-функция значит β минус х. Здесь стоит х, это есть q2 делить на bq. Теперь b заменим на βp. Ну всё, β заменим на 1 минус х делить на β. Дельта-функция такая, да? Это всё равно, что дельта от β минус х, правильно? Просто точно делить на х х. Вот. Или единственное β. Ну вот. Вот такая вот подковная модель. Значит, я ещё раз повторяю, что соотношение, что f2 равно 2 и f1, это есть соотношение колонок роста. И оно свидетельствует того, что у нас партон имеет 1 на 2. Значит, вот. Теперь, кто ещё стоит сказать? Ещё стоит сказать, что, ну вот при анализе этих процессов вводится, часто отсутствует такая лична r. Тоже r. Ну r, всё это понимаете, а буквы ratio, да? Поэтому часто в разных смыслах используются, да? Мы обсуждали, что это отношение сечения e плюс e минус х минус х минус, да? В таком смысле используется эта буква часто. Но вот тоже довольно часто она используется как вот σl, σt. Где? Что такое σl и σt? Вот смотрите. Что это вот такое, я вот нарисовал вот здесь. Это, на самом деле, квадрат матричного элемента, взаимодействие фотона виртуального с протоном, да? Взаимодействие. И что это, на самом деле, я вот взял квадрат, просуммировал. Что это такое получилось? Полное сечение, правильно? Да? Ну, если я ещё умножу на электрополяризацию, вот это вот... Ну, с точки зрения, до потокового множителя, это полное сечение, да? Ну, конечно, если я умножу на электрополяризацию. Ежли... Ну, у виртуального фотона есть... Сколько поляризаций? Три. Три. Потому что... По умножению на другую вольную равно нулю. Одна поляризация выпадает, да? Поэтому три поляризации. Вот, три поляризации. Две из них поперечных, да? Поперечных. И одна продольная. Ну, понятно, что сечение поперечных... Что ответственно за поперечные поляризации? Вот этот член, да? Ну, понятно, что поперечные поляризации... Есть две поперечные поляризации, но они одинаковые вклада и, да? Они одинаковые сечения поперечных. Сечение растений. Вот это сечение... Сечение... Поперечных... Поперечных поляризованных... Поперечных поляризованных... Поперечных поляризованных... Сечение... Сечение... Поперечных поляризованных... Виртуальных... С протоном. А это сечение... Продольно поляризованных, да? Так вот, в нижнем вычете... Мы уже договорились, что... Эти сечения... Они выражаются через W, естественно, да? Эти сечения... А? Эль-это продольно, да? Эль-это продольно. Эль-это продольно. Лон-Джи... Чьюгенов называется. Вот. Этот... Трансверсальный, да? Так что мы же получим? Здесь получим... W... Минус... А... F2... F2... Минус 2x... F1... Делить... На 2x... F1... Вот такое выражение вы получили. Хотите резко, хотите, проверьте. Вот такое выражение, да? Вот так выражается... Прилечина... Это R через структуру функции R. Ну и что же мы видим? Мы видим, что... Для... Для... Попередник... Что если у нас... Ну это нечто удобно для анализа вот... Спинного содержания... Пактонов, да? Потому что... Если у нас... Вот здесь как раз это разность, Которая равна нулю... По соотношению колонной броски. Для... Частица спинного 1,2... Значит... Мы видим, что R равно нулю... Да? Для частицы спинного 1,2... R равно нулю... А частиц... R равно нулю... А для частицы спинного... 0... R равно... Страшное дело... Бесконечности... Да? Да? Да... Да... Потому что F1 равно нулю... Ну вот... Ну в общем-то это можно было и сразу сказать, да? Сразу сказать... Что для частиц со спином... В портонной картине... Для частиц со спином... Для портонов со спином 0... R равно нулю... Должно быть... Потому что сигма L должно быть равно нулю... А почему сигма L должно быть равно нулю? А как выглядит процесс у нас взаимодействия? Вот у нас видит, опять же в системе, где... Скажем, у этого... Ээээ... У этого... Ээээ... Фотона виртуального... Есть только импульс... Но нет энергии, да? Есть только импульс... Вот у него есть импульс... Он столкнулся с... Фотоном, да? Что произошло с фотоном? Кто произошло с фотоном? Он назад полетел. Изменил направление импульса. Изменил направление импульса, потому что энергия была чему равна? Она была только этой энергии. И в конце тоже только этой энергии. Импульс изменился, а энергия не изменилась. Это означает, что из соотношения, что из соотношения d на β минус β равно x, отсюда следует, что он полетел назад с тем же импульс. Понятно, трудный процесс, такая герематика. С тем же импульсом нам и не важно. Важно, что он полетел назад, этот портун. Но, этот портун, если он имел спину 1,2, то тогда у него и мы предупрегаем его массой. То есть, у нас работает закон сохранения спиральности, да? Но спиральность должна остаться, да? А поскольку импульс изменился, то направление спина, да? Направление спина на ось z, на эту ось, изменилось, да? Изменилось направление спина. За счет чего оно могло измениться? Если здесь был продольный фотон, да? Продольный фотон не имел направления спина на эту ось. Значит, он присообновен, ну а, если мы говорим о проекции момента, проекции полного момента на эту ось, то эта проекция совпадает с проекцией спины на эту ось. Ну и если у нас продольный фотон, то тогда он не может. Эта реакция не идет. Синьбэль равно нулю для спина 1,2, для фотона со спином 1,2. Ну а, конечно, синьбэль не равно нулю, потому что для фотона со спином 1,2. Потому что здесь есть, ну здесь понятно, что тогда у нас, если фотон поперечно поляризован, у него есть проекция плюс или минус единицы на эту проекцию спины на эту ось. И проекция спина, полная проекция спины на эту ось, она вполне может сохраняться с одновременным сохранением спиральности. Вот. Вот. А теперь, если же эта частица со спином 0, фотон со спином 0, то ситуация противоположная. Эта частица со спином 0, значит, проекция спина всегда 0 на это направление и в начальном и конечном состоянии. А если бы у нас фотон имел какую-то проекцию, то он не может поглотить. Такой процесс не идет. Значит, синьбэль равно нулю в случае, когда у нас фотон имеет спин 0. Ну вот, все это вполне на физическом языке можно объяснить. Ну и эксперимент подтверждает как раз соотношение. Вот. Это соотношение, пара, равен 2, то есть сигмэль равно нулю, эксперимент, подтверждает соотношение каванаброса, на самом деле. То, что там стоит, это вот то, что входит в соотношение каванаброса. А как экспериментально нам надо понять, что... Бесподивничество? Нет. Или по рассеянному фотон электрону? Ну, можно говорить, процессы, конечно, с поляризованными. С поляризованными частицами. С поляризованными частицами. Понимаете? А, и они и виртальны фотонами поляризованы? Да, конечно. А, ну да, так. А, ну да, так. Я тут, как место фотонного приближения, вы подходили, чтобы излученный фотон поляризован? Ну, правильно, но здесь не мягкопатонное приближение, но... Нет. Когда мы говорили о мягкопатонном приближении, да? Здесь есть разная вещь. Когда мы говорили о мягкопатонном приближении, значит, в принципе, фотон поляризован, но его... Даже когда у нас электроны не поляризованы начально, но поляризация при этом линейная, понимаете? Линейная поляризация. А нам нужно циркулярную поляризацию иметь для того, чтобы исследовать вот это отношение, если чаще. Ну и поэтому. Но есть уже эксперименты с поляризованными электронами, конечно. Вот. Ну ладно. Вот так вот мы, вроде, всю эноменологию обсудили. Да? А вот так же, как бы, это измеримая величина, да? Эта? Ну вот эта. Вот эта? Да. Ну измеримая... Но ведь измеримые величины не могут равняться бесконечности. Отдельно измеряется это, и отдельно измеряется это. Может быть нулю равно? С какой-то точностью. Может быть равно. Ну а что ж тогда? Тогда. Я не понимаю. Ну вот. Значит. Я говорю. Через эноменологию мы и так более-менее обсудили, а теперь надо как-то к динамике переходить. И переходить к квантовой промодинамики. Здесь никакой базы промодинамики в помине не было, да? Но вот эти эксперименты, они сыграли, может быть, одну из решающих ролей в восстановлении пантовой промодинамики. Потому что вот они показали, что на самом деле при больших передачах ирпульса протон является слабо связанным. Взаимодействие слабое, взаимодействие слабое, да? Взаимодействие между партонами слабое взаимодействие, да? Вот. При больших передачах ирпульса. Ну и даже более того, скейнинг означал, что эти функции вообще от двух квадратных зависят. Но, в общем-то, потом, ну, в общем, какое-то время такое представление держалось, что может быть такая партонная модель, в которой функции такая модель квантовой теории поля. Такое приближение в квантовой теории поля, когда функции вот эти вот структурные зависят от квадратных. Но пытались вот как-то построить такую модель, потом оказалось, что нельзя построить. Нет такой. Обязательно. Если есть у нас квантовая теория поля, если у нас природа описывается этой самой квантовой теорией поля, обязательно должны эти функции зависеть от квадратных. Обязательно. Ну, может, слабенько. Слабенько. Благодаря синтетической свободе. Но зависимость обязательно должна быть. И вот, что же это за зависимость? Как же идёт понять простому эту зависимость? Ну, по простому можно понять таким образом. Мы говорим о портонах. Вот говорим, вот у нас протон состоит из неких портонов. Вот они как-то говорили, летят эти портоны, потом один из них начинает взаимодействовать. Ну вот, на самом деле, если есть у нас теория поля, то вот это ясно, что есть такие диаграммы, когда этот портон летит, как-то он, ну скажем, для определённости будем говорить, что он взаимодействует, что у нас есть квадратная хромодинамика. Ну, теория типа квадратных хромодинамика. Что этот портон? Да ладно, пока даже не аквадратный. Он может киску в теории такого типа. Фотон, он возьмёт, он распадётся на два, да? И взаимодействие это может уже теперь быть. Фотон может как с этим? С этим взаимодействие. Здесь взаимодействие, здесь и здесь взаимодействие. А потом ещё может быть такой процесс. То есть есть такие процессы. Процессы, как ветвление, что ли, в квадратной теории поля. И при этом, в общем, когда мы начинаем рассматривать распределение по импульсам вот этих вот продуктов распада, то это распределение мы же получаем, на самом деле, логарифмические интегралы мы получаем. Как вы помните, вот мы обсуждали в квадратной электродинальнике. Вот такие процессы. Процесс, вот взаимодействие тоже, скажем, взаимодействие с фотоном. Вот кто-то здесь видит, там, я не знаю, и с фотоном. Вот у нас с фотоном взаимодействует А. И лучше не так. Вот мы такого типа процесса взаимодействовали. Вот у нас здесь заряженная частица. Она может излучить фотон, а этот фотон потом может с чем-то взаимодействовать. Вот такие. И мы говорили, как же распределены, как же распределены вот эти частицы в этой частице. Мы говорили, вводили функцию, функцию распределения. Мы говорили, что вот есть D, число портонов типа А в частицы типа В. Вводили такую функцию распределения, которая зависела от X. Это доля импульса, который выносится под тоном, вот этим под тоном. Доля вот этого импульса, импульса вот этой частицы. И говорили, что это зависит от Q2, Q-динфинникулярного в квадрате. И если возьмем теперь, возьмем интеграл от этого распределения. Ну, интеграл, это же у нас было большое дифференциальное распределение. Ну, если вот возьмем интеграл с ограниченным таким условием, что Q2 минфинникулярного в квадрате, то можно вот этот интеграл и возьмем только логарифмический цвет. Считаем, что Q2 большое, то этот интеграл представлялся, можно так написать его, альфа или пи. А здесь напишем какое-то, напишем B тоже. А, B от X, да? И, значит, так можно было написать. И здесь было логарифм Q2. Ну, Q2 на что-то, на какое-то импульс обрезание, которое не важно. И еще на DX. Вот так вот. Вот так вот. Так. Вот. Нежели... Да, да, да. Ну, вот это вот можно назвать, вот это вот назвать можно числом партонов с виртуальностью до Q2, да? С виртуальностью до Q2. Или с перпендикулярным импульсом до Q2. Вот это число партонов, да? Обзовем это вот это вот все вместе. Все вместе. F — число партонов. F — AB от X и Q2, да? И возьмем производную D под логарифм Q2, да? Вот это плотность распределения партонов. Это плотность, потому что я выделил здесь интервал Dx. Плотность партоновых распределений с импульсом только никуляровым или с виртуальностью до Q2. И форексируем под логарифм Q2. Получаю α делить на B B A B от X. Ну вот, где я могу вам напомнить, чему были равны у нас B A B. Ну, например, B A G, да? Было равно. Дальше. На B B или на 2 B? Что же лучше написать? Я, конечно, не помню. Конечно, я не помню. На 2 B пишут. На 2 B пишут. На 2 B пишут. Значит. На 2 B пишут. На 2 B пишут. На 2 B пишут. Здесь на 2 B. А B B. И что же оно? Чему оно было так? Оно вообще не помню. Значит. А от X. А от X. Напишем. А здесь было равно. 10 плюс 12X в квадрате делить стоит, что ли? А? Или нет? А? Знаменатель. Знаменатель? Какой еще знаменатель? Ну, что вы говорите? Ничего про X. Не может быть. Ну, смотрите. Это же число подгонов. Нет. Какой квадрат проинтегрирует? Это все. Это все. То, что стоит перед логарифмом. Да? Понятно. То, что стоит перед логарифмом. Вопрос только в двойке. В двойке, да? В двойке. Есть здесь или нет? Ну, по-моему, нет никакой двойки. Вот так. Так вот. Так вот стоит. Ну, то, что стоит в еминеце плюс единица минус х в квадрате, это ведь то же самое, что вот эта вот, другая буква, да? Но коэффициент должен быть тот же. Это то же самое. То же самое, конечно. Да и X на X это расходимость, а не прокрасная. Все здесь правильно, кроме общего коэффициента. Ну, ладно. Общий коэффициент потом восстановим, если что. Надеюсь, он даже правильный. Вот, например, такое вот выражение для числа. Числа фотонов в электроне было. Ну и так далее. Я просто для примера привел, да? Для примера привел это выражение. Ну вот. И говорю. Вот мы могли бы написать такое выражение для функции распределения, да? Для функции распределения. Но дело в том, что у нас, когда мы, на самом деле, мы выводили вот это выражение для числа фотонов, да? Мы предполагали, что у нас есть в начале одна частица есть. Одна частица. В одной коллектроне, да? А если у нас распределение частиц, есть какое-то распределение частиц в начале. То как оно будет меняться с Ку-квадрат? Ну, понятно, что, значит, я уже рисовал такую картинку и говорил, что вот смотрите, когда у нас виртуальный перпендикулярный импульс растет по цепочке, да? Растет по цепочке. И когда вот мы дифференцируем по логарифму Ку-квадрату, на самом деле для нас важен только вот этот конечный распад, конечный пункт, конечный зверок цепочки. И, значит, ну вот одно дело, то, что мы получали вот это выражение для производной, это мы предполагали, что у нас, о, вот здесь в начале была только одна частица, все, больше ничего не было. И теперь что нам нужно делать? Нам нужно считать, что есть какое-то распределение, да? И по нему надо проинтегрировать. То есть, на самом деле, то, что у нас получится с учетом начального распределения, с учетом того, что в начале у нас не одна частица, есть какое-то распределение частиц, то получится вот такое выражение. Вот. Какое выражение? Это функция ПАВ, которая называется функция расщепления. Функция расщепления. Которая вот, на конечном этапе только не работает. Она останется, здесь стоит DZ на Z, здесь стоит FZ. Это будет число, вот если мы берем распределение вот здесь, распределение число портонов, если у нас этот портон типа А, мы его, значит, он получился из распада портона типа Б, да? И этот портон типа А, мы обозначили его долю импульса, вот начальному импульсу его долю обозначили Х, да? А давайте обозначим уровень импульса вот этого портона Z, тогда будет DZ на ZF. Число портонов, только уже здесь я не пишу не А, а число портонов я пишу в каком-то адроне. Вот это число портонов в адроне. Значит, это у меня будет интеграл. З у меня должно быть больше, чем Х, интеграл. Понятно, что доля и пульса, она падает в процессе деления. Здесь будет FB в адроне, вот в этом же адроне. Число портонов типа Б от Z и Q2. И здесь стоит PAB от XZ от отношения этих импульсов. Вот такая формула. Вот это обобщение той формулы, которая... Ну, совершенно естественно. Обобщение той формулы, которую мы имели в квантовой метродинамике. Ну, правда, еще мы, опять же, здесь писали просто альфа. А теперь что нам надо написать? Альфа в S надо написать. И одну квадратию. Вот что надо написать. Ну, потому что надо учесть, бегручесть этой константы, все-таки, учесть, что вот этот процесс, существенное расстояние для этого процесса и существенные импульсы, перпендикулярные существенные виртуальности, это есть Q. То же самое, также из матричного элемента одночастичного распада. Распад одной частицы на другую точно так же вычисляется, совершенно точно так же, как в квантовой электродинамике. Ну, точно так же, идейно, но только нужно, альфа, заряд заменить на G и еще учесть световую структуру. Поэтому то, что мы получим для ПАБ. И еще кое-что учесть. Еще кое-что учесть на самом деле. Вот еще что учесть. Вот еще что учесть. Вот еще что учесть. Мы сейчас разберемся, как это будем учесть. Учесть. На самом деле, когда мы рассматривали процессы вот такого распада, мы рассматривали, ограничивали себя. Случаем, когда х меньше единицы. Х меньше единицы. Вот этот х. Меньше единицы. А на самом деле, здесь есть члены, содержащие дельта функцию от х минус единица. Дельта функция от х минус единица. То есть, ну или по-другому. Мы не учитывали виртуальные поправки к процессу. Виртуальные поправки. А их надо учитывать, если мы хотим рассматривать все возможные действия. Надо учитывать виртуальные поправки тоже. А нужно еще вопрос. Откуда вот это единица на z? А? Единица на z. Дз на z? Да. Ну, скажем. Так, давайте вот что сделаем. Умножим вот это на dx, да? Вот это на dx. Это будет тогда число. Число партонов, да? И это умножим на dx, да? 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 А вот, значит, и здесь размешиваем вот так dx на z, да? И здесь dx на z. Вот это опять тоже будет число партонов. Умноженное на dx. Вот это число партонов, да? А dx на z? dx... Вот у нас на самом деле... Вот, видите? p от x умножается на dx, на свое dx, да? Видите? Это вот... Ну, и здесь будет стоять dx на z на p от x на z. Ну, просто так можно понять. Ну, я не знаю, как еще объяснить. Но это связано именно с тем, что здесь мы смотрим распады с относительной с относительной долей x на z. С относительной долей не x, а x на z. Вот с этим только и сейчас. Да. Ну, ладно. Так. Теперь. 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 Нам нужно восстановить вот из того, что мы знаем из электродинами. Восстановить вот эти функции расщепления. Они еще называются ядра алтареви паризи. Ядра алтареви паризи. И функции расщепления алтареви паризи. А вот это уравнение. Ну, здесь, конечно, сумма по b стоит. Сами понимаете, да? Сумма по b подразумевается. Видите, у нас b. Ну, b это у нас промежуточный партон. Поэтому здесь стоит сумма по b. Я ее, естественно, не написал явно. Ну, давайте напишу явно. Сумма по b. А здесь стоит альфа s от q в квадрате. Назвать и имя. Вот. Вот. Это уравнение называют уравнением диклапов. Дакшинцера, Гриба, Репат, Валтареви паризи. Такой вот паровозик. Да? Иногда его называют уравнением Валтареви паризи. На самом деле, оно было уравнение написано в общем виде, там, Дипатову задолго до Валтареви паризи. Валтареви паризи перевели его. Оно было написано и для произвольной теории Дипатову. Валтареви паризи переписали его из квантовой, переписали для квантовой хромодинамики, определенной теории. Вот. А первоначально оно не в таком, а в более сложном виде было написано в работах Гриба и Репатова. И вот поэтому такое вот сложное имя. А, а еще, так Шинцером оно было получено одновременно с переписанным из работ Гриба и Репатова. Одновременно для случая квантовой хромодинамики, одновременно с работами Валтареви паризи. Вот, ладно, такое длинное название. Диглакс, значит, уравнение. Ну, конечно, их надо расписать для квантовой хромодинамики этих уравнений, потому что вместо портонов ввести... Что являются квантовой хромодинамики портонами? квантовой хромодинамики, правильно? И, значит... А, ну, ты тут разумен на теории, да? Это производная теория, да. Так написано. Вот. Что? Ну, можно свести. Ну, можно свести. Нежели перейти к моментам. К моментам. Можно лишить эти уравнения. Нежели перейти к моментам. Является, что это... Видите? Что мы делаем... Что мы делаем, нежели ядро уравнения, зависит от разности... От разности двух переменных. Что мы делаем? Пурьер бегом, да? А здесь ядро зависит от чего? От отношения. Это значит, что надо делать? Мелин надо делать. Преобразование Мелина. Или как еще его называют? Его, значит... Называют во Франции Лапласом. Преобразование Лапласа. А в Англии называют преобразование Мелина. Да? Вот. А что такое Мелин? Да это тоже самое. Мелин... Это... Нежели перейти от переменных к их... К логарифму. Вы понимаете, вместо... Х и З будем рассматривать логарифм. Вместо логарифм. Тогда будет разность логарифм Х минус логарифм З, да? И это тоже... Это Фурье, по существу. Так вы должны к этому относиться. Чтобы мы не путаться с... По существу, Лендины то же самое, что... Зелина, Делокласик, то же самое, что Фурье, но только в логарифмическом... Ну... Керксных логарифм. Ладно. Дальше. Что же мы... Эээ... Да. Мы должны посмотреть... Вывести, получить... Для квантовой хромодинамики... Получить вот эти вот функции расщепления. И что же мы получим? Вот они для функции квантовой... Для квантовой хромодинамики. Функции расщепления. Они, значит... Вот так, значит... Что же нам нужно? Вот я... Да. П... П... Какое П? У... Ж... Да? Вот Х. Чему будет равно? П... Ну... Эээ... Эээ... П... Значит... Нам нужно... Патрон в кварт. Да? Но мы только что выписывали функцию... Ээээ... Эээ... Петр... Эээ... Александрович... Справедливо... Заметил... Чем? Как отличается... Как вот эти функции-то получаются? Да, вонис квадратик вот таких вот... Такой диаграммы... Берем квадратик такой диаграммы... Вонис квадратик... Да? И вычисляем... Эти функции... Ну... Квадратик... Когда мы берем... Эээ... Интегрирование по конечному состоянию... То у нас получаем... При больших... Ну... Поперечных ритмусах... Мы выделяем... Ду квадрат на Ку квадрат... Который потом идет в логарифм... А все остальное... Вот этот... Ну... Коэффициент... Конечно... Альфа на Пи... А все остальное в функцию распределения идет... Но... Чем будет отличаться... Вот такая диаграмма... Для... Эээ... Кромодинамики... От электродинамики... Чем? Тем... Что здесь стоит... Углённый свет... Здесь стоит... ТА... Да? Здесь стоит ТА... А... Здесь стоит ТВ... И свёртка стоит ТВ, да? То есть ТАТА стоит... А что такое ТАТА? А? Что это такое ТАТА? Это... Казимир... Для фундаментального представления... Которое обзывается ЦФ... ЦФ... Которое есть... НС квадрат... Минус единицы... И на двое ЦФ... Правильно? В общем... Что такое... ПЖКУ... Да? Ну а теперь... ПЖЖ... Вернее... ПКУ... Вот теперь ПКУ... Давайте... И тут послажнение... Эта цифрация будет... ПКУ... Чему же она... Будет равна... Эта ПКУ... Ну... Оно будет равно... ЦФ... Если вы учняли... И говорили... Что это... ПКУ... ПКУ... И на двое ЦФ... И на двое ЦФ... Правильно? Да? Вот... Но! Это при Х... Неравнение леницы! А... При Х... Неравнение леницы! Ну и что же мы... Получим вот здесь... Когда мы будем... Вот подсадим сюда... Здесь вот... В... Да? Вот здесь у нас интеграл идёт по z, равному x, то есть в область интегрирования включает точку z, равную x, то есть p, аргументу p, равной единице, да? Расходимость мы получим, да? Что это за расходимость? Но это обычно инфракрасная расходимость, да? Ну, такого типа. На самом деле не инфракрасная, по правде говоря. Ну ладно, неважно. Ну, ну, ладно, инфракрасная, принятная, неважно. Всё это, знаете, теперь нам неважно. Важно то, что это расходимость должна устраняться при учёте виртуальных поправок. Здесь есть плюс, некий коэффициент c на дельта от единицы минус x. Это за счёт того, что у нас есть виртуальные поправки. А как же определить коэффициент c? Коэффициент c определить как? А коэффициент c определяется таким образом, что то есть требование, чтобы интеграл интеграл от b, e, e, от y до x интеграл от 0 до 1 x был равен чему? нулю. Да? Интеграл ну равен нулю. И, значит, мне кажется, да. А почему это интеграл равен нулю-то нужно? А? Ну, давайте давайте напишем интеграл от 0 до 1 x интеграл от b, e, 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 e. Производную по, ну, скажем, интеграл может быть равен нулю, то есть закон сохранения заряда. Да. Вот. Как же это понять? Интеграл может быть равен нулю и закон сохранения заряда. Ну, давайте напишем опять же для электродинамики. Эээ, что же мы напишем? Ну, скажем, D, F, E, да, число альстронов какой-то частиц ну, как ваше на тишу окошке, F, Логаритт У в квадрате. Число электронов. Вот... Ну, да можно просто так сказать, конечно. Отличный квадрат это будет равно, ладно, α на 2d, а здесь стоит интеграун z на z, f, но, h, γ от z, и на f, а на f, где стоит γe от x19, да? Плюс, плюс, f, h, e, b, e, e, a, z. Ну, здесь надо было написать еще не ку квадрат, в общем, z, 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 e, z и ку квадрат, и b от x19 на z, да? Конечно, вот так выглядит, да? Чтобы разобраться, значит. Теперь, что мы говорим? Давайте проинтегрируем здесь по числу... Возьмем интеграл. Вот... Интеграл fdx. Это будет у нас просто полное число электронов. Да? Это число. Изменение полного числа электронов. И это должно быть равно нулю. Правильно? Это должно быть равно нулю. Да. Да. Ну... Уравнение... Я говорю, давайте... Число... Полный заряд. Чего будет равен полный заряд? Конечно, у нас процесс идет таким образом, что у нас электрон... Можете исключать фотон, фотон распадаться на позитрон... На электронно-позитронную пару. Правильно? Да. А здесь? А, ну да. Нет, конечно, это... Да. Ладно. Значит... На самом деле... Вот... Да. Неправильно я, наверное, вам пытаюсь объяснить... Попытаюсь объяснить... Ну... По-другому. Да? Ведем... Вот... Да. 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 Конечно... Так... Есть... Есть... Так... Можно так говорить... Что есть... Электроны... Говорят... Про кварки тоже говорят... Есть... Валентные кварки... И есть... Морские... Валентные... Это... Эээ... Распады... Распадов... Фотонов... Фотоны... Понятно... Еще раз скажу... Что вот у нас есть... Такого типа процесса... Да? Но... Эти процессы... Не влияют... На... Ээ... Ээ... Да... В этих процессах... Рождаются одновременно... Электрон и позитрон... Да? В этих процессах... Электрон и позитрон... И... Ээ... 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 и морских, и валентных, валентных, те, которые не связаны с распадами потоков. Ну как можно это сделать? Я могу написать уравнение для позитронов. Чем они будут отличаться? Уравнение для позитронов. Чем они будут отличаться? Тем, что этот член будет тот же самый, но этот член будет вообще тот же самый. Потому что функция расщепления фотона на электрон и фотона на бестроны на одна и та же функция, одна и та же диаграмма. Этот член будет тот же самый. А этот член, ну этот член здесь будет своя функция. Здесь будет, опять же, здесь будет е с чертой, содержание е с чертой, здесь будет е с чертой, да? И здесь по е, вместо е с чертой, есть чертой. Но это только то же самое, та же функция, правильно? То есть, в нашем приближении, конечно, на самом деле, можно и в более высоких приближениях. То есть, мы, вот эти функции, мы пока выписываем только в низшем приближении теории изучения. Так вот, если я напишу D по D в квадрате F E минус F E с чертой, да? Так вот, разность числа электродов и пассикродов. То этот член выпадет, да? Вот этот член выпадет. А здесь будет равно, я так напишу. То есть, это будет интеграл, интеграл, опять же, будет содержать F E минус F E с чертой, да? И умноженное на P E E, правильно? Этот интеграл будет содержать разницу. Повторяю, этот член выпадет. Эта функция та же самая. И поэтому, конечно, у нас здесь стоит разность. То есть здесь стоит разность. Всё. Значит, мы и теперь... Я же проинтегрирую по F X эту функцию. Это, то есть, полная разница зарядов электронных и электронных. Полная разница 0 или... Полный заряд. Да? Полный заряд и силу сохранения он должен быть равен нулю. Силу сохранения он должен быть равен нулю. И он пропорционален интегралу от вот этой функции с учетом метрофункционного вклада. Значит, вот отсюда мы получаем. Это, на самом деле, условие, это условие сохранения полного заряда. Это условие, условие сохранения полного заряда распада. И отсюда находим цель. И понятно, что вот это расходимость. Это, ну, инфракрасная расходимость, которая должна как-то регулироваться. Да? И в электронном виде мы ее регулировали введением массы фотона. В принципе, и здесь можно как-то так регулировать. Но удобно вот... Можно регулировать и вычислить вот этот рефункционный член. И потом с ними работать. Но вот есть такой трюк полезный. Который использует вот это свойство. Что интеграл равен... Интеграл по ху равен нулю. И борется... Он использует это свойство и... Использует определение такое. Егеница... Вот вводится такая функция. Егеница минус х плюс. Да? Такая спецфункция, что ли. Она определяется таким образом, что интеграл по dx Любая функция f от х. Или интеграл от 0 до 1. Это по определению. Есть интеграл от 0 до егеницы. dx делить на егеницы минус х. А здесь стоит f от х минус f от 0. А вот это, пардон, f от егеницы. Вот как? Понятно, что в этом интеграле уже нет никакой разходимости. Вот вводится такая спецфункция. И после этого. Прюсцент легко восстановить. Здесь введем вот так. Егеница минус х плюс. А здесь напишем dx . И что же окажется здесь? Ну, насколько я помню, 3 вторых. А давайте проверим. Давайте проверим. Вот. Интеграл возьмем. Здесь получится 3 вторых. Да? Интеграл возьмем от этой. Интеграл по 0. Интеграл берем. Получаем 3 вторых. Ну, ладно. Напишем не 3 вторых, а коэффициент c. Другой коэффициент. Не тот, который раньше был. Раньше был расходящийся. Теперь я вот ввел это определение такое. Коэффициент сходящийся. И я получаю, там, c, а там, интегрирование этого члена, плюс интеграл cx, делить на егеницы минус х, от 0 на егеницы, здесь стоит, 1 плюс х в квадрат. Это вот эта функция, да? Минус что? f от единицы. Минус что? Минус 2, да? f при х равной егенице, это функция двойка. И, значит, здесь х квадрат минус 1 получается, и это получается здесь со знаком минус, а здесь получаем единица плюс х, да? и этот интеграл равен, ну, как я вам проявил, да, 3 вторых. c минус 3 вторых равно 0. Значит, вот, c равно 3 вторых. Правильно. так определяется п е е от х. Вот, п е е от х. Вот так определяется. Все. Дальше пошли. Значит, дальше пошли. Какие же у нас есть дальше функции? у нас p, q, q, q. Ну, понятно, q, 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 q. Она равна, чему, q, 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 а с каким коэффициентом, как это восстановить коэффициент, опять же, вот это что за, с какой диаграммой мы имеем дело, вот с такой, вот b, эта функция является квадрированной такой диаграммой, да, квадрированной такой диаграммой вот, да, квадрированной такой диаграммой, а эта функция, ну это то же самое, да, но опять же, ну альфу мы выделили, значит отличие только в цвете, а какое отличие в цвете, здесь у нас был, в электродинамике у нас никаких матриц не стояло, а в громодинамике здесь стоит матрица ТА, и здесь стоит матрица ТБ, ну на самом деле мы должны потом, ладно, но шпур, да, здесь стоит шпур этих матриц, и это стоит, шпур дает нам одну вторую, шпур ТА, то она равна, а вторая ТА, поэтому здесь стоит одна вторая, одна вторая, ну это функция, значит, одна вторая, p, гамма, e, это что это такое, x квадратный, плюс, единственный минус x квадратный, пополам, что ли, я уже не помню, какая она была у электродинамике, пополам или не пополам, x квадратный, по-моему, не пополам, а просто она была, да, просто была, а здесь вот, теперь одна вторая появилась, вот так, вот так, теперь, вот эту функцию, что еще мы имеем? ну, вроде, ну все, да, в этом порядке, нет, электродичные темы, исчерпали все, электродичные темы, да, духов, ну, духов, нет никаких духов у нас, духи у нас только в петлях встречаются, а здесь вот трехглённое взаимодействие, да, и поэтому есть функция p, g, g, в которую мы, ну уж никак мы ее не сможем из электродинамике извлечь, а, что вы говорите? а там на x не надо див upright? где? p, g, q ну, мы на p, g, ну что вы говорите, p, x, но откуда, откуда расходимость-то? а, ну, есть на f, что они должны помнить? нет, конечно, нет, конечно, это вот именно такая функция, все правильно, вот только вот здесь pg, да, pg, g Ну и что мы можем сказать про ПГЖ? Да, а вот ПГЖ, да? Да. Вот что мы можем отлиться? Что мы можем? Можете ли мы про нее что-то сказать? Без детальных сферий. Вы можете, если подумаете, да? Особенно, если вспомнить, если вспомнить, что вот это вот, давайте я напишу, вот, Б, вот это вот, напишу здесь, продолжу, да? Важно, сф, да? А здесь стоит у нас, что я написал? Единица плюс единица минус х в квадрате, да? Делить на единица. Это же я написал правильно? Да? Вот. А здесь вот это блеоник в квадрате, а это блеоник в блеоне, да? Ну, что вы можете сказать? Чем будет отличие? Ну, во-первых, отличие очевидное будет. То, что здесь будет стоять ЦА, или как она пишется? ЦА, да? Это оператор газиниров в присоединённом представлении, да? Правильно? Поэтому это оператор газиниров в присоединённом представлении. Ну, почему это понятно? Ну, потому что вот такая же диаграмма у нас. Да? Здесь стоит, в вершине что стоит? Оператор присоединённый представлении. F. F или всё равно? Ну, F, А, Б, С, где А, Б, С это? А F, Б, С это всё равно, что генератор присоединённого представлении. Свертый генератор присоединённого представления. Это опять же оператор казинира. Присоединён на представление. И он равен nc. Сместо cf стоит, да? А дальше стоит что? Ну что вы можете сказать? Что вы можете сказать? Вот вы можете хреструйцистов создать 2 делить на х. Плюс 2 делить на единицу минус х. Да? Можете сказать? Не можете? А почему не можете? Должны сказать. Да? Конечно, должны сказать. Это конечно. Потому что это инфракрасия. Оно не зависит от спинена, инфракрасии. Вот такие, то что есть такие члены, это вы можете сказать. А остальные уже плохо. На самом деле, если полное выражение, оно будет вот такое. Ну, давайте я эту двоечку вынесу. А здесь двоечку вынесу. И здесь будет стоять 1 минус х. А здесь будет стоять и х на единица минус х. И плюс еще какой-то коэффициентик. Ага. Плюс х на единица минус х. Плюс х на единица минус х. Вот так. Ну, я говорю, что полное тут, конечно, тяжело. Это, понимаете, тяжело восстановить. А единица минус х. А единица минус х. Она не дает вклада. А потому что она логарифмов не дает. Такой распад, понимаете... Смотрите, откуда берутся логарифмы? Берем энергетический знаменатель, да? И вот... И от него получается расходимость, да? От энергетического знаменателя больше нет. А здесь энергетический знаменатель... А интегрирование-то лишь... Два... лишнее интегрирование, да? Фазовый объем все убьет. Фазовый объем все убьет. Потому что у нас процесс идет... Вот так. Лишняя частица в конечном состоянии лишний фазовый объем. Поэтому ничего не будет от четырех частичных вершин. Вот. Ну, вот это я говорю в полную... Только вот расходимость этого их. Должны понимать, что они должны быть такие. Ну, теперь, опять же... Ну, вот эта вот расходимость при их равном единице... Опять же, интегрирование мы должны проводить до их равной едицы. Поэтому, значит, опять надо ввести плюс. И есть, конечно, члены... Дельта-гиньи цидрусых виртуальные поправки, да? А как их восстановить виртуальные поправки? Можно, конечно, часто считать биограммы, да? Ну, я вам этого не советую, да? Значит... А восстановить опять так же, тем же бакаром. Ну, теперь... Ну, никакой углеонный заряд, углеона нет никакого заряда, который бы сохранялся, да? А что же есть? Чем можно воспользоваться? Можно воспользоваться тем... Сохранением полного импульса. То есть, полного импульса, да? То есть, надо умножить... Вот у нас есть это вот уравнение. Умножить надо на х и проинтегрировать попой х. И тогда мы получим уравнение для интеграла от П, ПЖЖ. Ну, вот, значит, уравнение... И оно это нам даст вот что. Вот что... Ну, конечно, оно... Уравнение будет совершать и другие переходы. И поскольку у нас полный импульс... Полный импульс несут как блюоны, так и кварки. И поэтому здесь будут... Вот, есть еще... Будут такие вот... Дель таза в единице минус х. Одна вторая. Здесь будет... Здесь будет одиннадцать третьих НС, да? Минус две третьих НФ. Ну, вот здесь, видите, это... Величина пропорциональна первому коэффициенту бета-функции. И это не случайно, конечно, но такого... Дель таза в единице минус х. Но не помню. Просто есть. Не помню. Вот такое вот получается выражение. Я еще раз говорю. Одиннадцать третьих НС, минус две третьих НФ, Это первый коэффициент бета-функции, да? Первый коэффициент бета-функции. Вот. Ну вот, пожалуй, и все. Жалко. Да? Жалко. Все у вас функции расщепления мы выписали. Я думаю, что... Ну, что касается этих функций расщепления, они все полученные складываются тогда, и вы их когда-то вычисляли. А эту функцию, я думаю, вы вычислили на семинаре когда-нибудь. Да? А там коэффициентов между ними нет. В каком коэффициенте? Ну вот, где единица делить на 1, единица делить на 1. Ну, какие коэффициенты в честь нет? Единица, единица, единица. Нет, вы понимаете, вот этот коэффициент, вот этот коэффициент, он забит. Да? Тем, что, я еще раз говорю, что инфракрасия должна быть одинаковая. Ну, с точностью до вот этого группового мурстиля, оно должно быть одинаково для глюонов и кванков, потому что спин не важен для инфракрасии. Ну, это инфракрасия по одному глюону, это инфракрасия по другому глюону, понимаете? Поэтому вот единица на х забит, и единица делит на единицу на х забит. Ну, а остальные, тут уж, что поделать, что-то надо вычислять. Трудный вопрос. Да. А почему у нас виртуальные графики и профессиональные документы? Ну, виртуальные... Ну, как? Так, потому что, потому что у нас, когда у нас виртуальные поправки, то у нас виртуальные поправки виртуальные, они не меняют долю продольного импульса частиц. И меняют. Как они? Доля продольного импульса может измениться только, ежели частица распадется нагрее, реальным образом, да? Не, а вот это не может быть после распада на большой глюон, который зацепляет печальную частицу, конечно. Но это реальное, вы говорите о реальных, как же так? Ежели они... Ежели частица появляется в промежуточном состоянии, это реальные частицы. А я же говорю о таких процессах, которые... Ну, понимаете, вот есть... О виртуальных поправках, о виртуальных поправках... Ну, в этой картине эти поправки связаны просто с, собственно, энергетическими множителями, да? Всякие вершинные поправки туда не входят. Ну, я не знаю, можете и вершинные тоже входить, но... Но, еще раз повторяю, эти поправки... Вот когда мы... Вот у нас есть процесс. Ну, поправки... Мы смотрим процесс... Ну, я не знаю, может и вершинные поправки входить, но... Но, еще раз повторяю, это не те поправки, которые связаны с рождением реальных частиц. И связаны с рождением реальных частиц, да? Это не те виртуальные поправки. Поэтому они просто пропорциональны для этого полосы. Все реальные поправки. Мы же учли... Ну, то есть реальные распады. Когда мы говорим о реальных распадах, мы говорим о диаграммах вот такого типа. Вот есть один поддон. Он распадается, да? И наши частицы взаимодействуют с... Уже... С одним... Вот виртуальный поддон взаимодействует с одним уже из этих конечных продуктов, да? А то есть просто виртуальные поправки. Я еще раз буду посмотреть. Выглядит как, собственно, энергетические поправки в данной квартире. Ну, не знаю. В высших порядках есть и, конечно, вершинные поправки, но... Нам они сейчас... Снимал укладку. Почему? Высшие поправки? Нет, вершинные поправки. Отлично. Я, честно говоря... Понимаете, разделение на вершинные поправки и на поправки за счет собственной энергии, да? Эти разделения зависят от калибровки. Понимаете? Вершинные поправки не калибровочные варианты. Мы работаем, на самом деле, с частицами, которые находятся вне массовой поверхности. Партоны, да? А не вне массовой поверхности, да? Конечно, поправки не калибровочные варианты. Поправки. Вершинные поправки и на реально... Да даже к вершине поправки и... Они даже и на массовой поехали. Все равно не калибровочные варианты. Если мы говорим о глюонах. Понимаете? Вершинные... О какой вершине речь идет? О какой вершине идет речь? Ведь мы говорим... Эээ... Сейчас... Эээ... Пока... У нас... Эээ... Сильные взаимодействия... Есть вершины, конечно... Есть вершины взаимодействия... Потона... С... 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 Ну... Я не знаю... К этим вершинам могут быть сильные поправки. Но я еще раз говорю, что эти поправки, они не калибровочные варианты. Разделение... Не калибровочные варианты. И поэтому разделение между вершинными поправками и... И... Поправками... За счет... Собственной энергии. Оно... Ну я не знаю... Оно зависит от калибровки это разделение. Вся эта картина, о которой мы говорим... Да? О которой мы говорим... Партонная картина. Она, конечно, подразумевает некую физическую калибровку. Вы же понимаете, что когда мы говорим о... Даже когда мы получали вот эти вот, скажем, вот эти вот функции, расщепления, да? Мы использовали физическую обязательно калибровку, да? Ну, потому что... Вся картина, она... Она основана на определенной системе. И... Картина физическая. И поэтому включение лишних степеней свободы... Оно просто эту картину начисто разрушает. Понимаете? Физика это совершенно другая, нежели для других степеней свободы. Для нефизических степеней свободы совершенно другая физика. Поэтому... Калибровка, которую используют физическая. И в физической калибровке главный вклад в поправки дает как раз... Диаграмм дает как раз диаграмм собственной энергии. Ну, и я повторяю, что... Конечно, можно считать эти поправки. Но... Гораздо проще. Вот воспользоваться свойством сохранения заряда, который нам определяет вот этот вот виртуальный член в... Э... 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 И вы должны будете использовать физическую калибровку? Ну... Я не знаю, честно говоря... Э... 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 Вы говорили... Ну... Можете нарисовать диаграмму для валентных вклад? Ну... Диаграмму для валентных вкладов? Ну... Ну, еще вопросы? Ну, кровь устал, я тоже устал. Значит, пять минут встречаемся или встречаемся? Ага. Встречаемся. А сколько встречаемся? В учетом ваших опозданий, значит, мне во сколько приходить? А? На двадцать. Или вы приструдите коллектив и назначаете мне другое время. Ладно, до свидания.